Во вторник в социальных сетях было распространено видео, на котором было видно, как работники аэропорта вместе с сотрудниками милиции, вооруженными автоматами и дубинками, судоисполнителями, с применением спецтехники пытаются снести дома жильцов на улице Мастангулова в Душанбе. В них проживают семьи Бекуловых, Доминовых и Умаровых. На видео слышно, как судоисполнители уговаривают жителей домов покинуть территорию. В ответ слышны возгласы, что жители никуда не уйдут из своих домов. На кадрах видна и спецтехника, которую подогнали для сноса домов. Вы сначала обеспечены жильем. Что за беспредел устроили? Наши дома были законны в советское время и все 25 лет независимости и только теперь стали незаконно построенными, кричат жители на видео. Как сообщило информагентство Азия Плюс, что на следующий день корреспондент издания обнаружил, что данные объекты уже снесены. У нас здесь было несколько комнат. Было столовое, СТО, большой сад. Взамен за все это нам предлагают лишь однокомнатную квартиру. Как я со своей семьей, а нас шесть человек и родителями, сможем там жить? Почему так несправедливо решается наше дело? Возмущается глава семьи Бекуловых. В тревожном ожидании находятся Умаровы и Доминовы. Вчера здесь творилось что-то ужасное, рассказала Матлюба Умарова. Работники аэропорта, милиция, творили беспредел. Брат чуть не попал под бульдозер. Мы не раз обращались к президенту и руководству города. Мы не знаем, к кому еще обращаться. Дети в страхе, взрослые в тревоге. После того, что они здесь творили, наши дети ночью не могли уснуть. Нам самим трижды вызывали скорую. У кого-то сердцем стало плохо, у кого-то подскочило давление. Женщина отмечает, что в этих домах проживает более 45 человек. Всех нас хотят поселить в одной четырехкомнатной квартире. Как столько людей, а нас семь семей, могут поместиться там? Говорят, если не хотите, вон пустырь недалеко, а там построите дом. Разве сейчас легко построить дом, вопрошает Умарова. Субтитры создавал DimaTorzok